Игорь Николаевич Дадон Спасибо большое, уважаемый Андрей Геннадьевич, уважаемые друзья, коллеги. Я вижу очень много знакомых лиц, с которыми мы встречались в прошлом году. Я хочу напомнить, что с деловой Россией мы запустили сотрудничество в марте прошлого года. И за этот период нам удалось провести уже две мероприятия, очень важных. Одну в Москве в марте 2017-го, а потом встретились в Тишине. Безусловно, всех интересует и нас. То, что у нас, как и у большинства из вас, очень плотный график, на то, что вы нашли время и приехали на встречу, значит, есть интерес, что будем делать дальше, как будем развивать отношения. У нас разные этапы были. Я не хочу слишком дальнюю историю. Но за последние 10-15 лет у нас были разные этапы развития двухсторонних отношений. Но если говорить о торговле, если говорить об инвестициях, если в конце 90-х, в начале 2000-х Россия была основным инвестором в экономику Республики Молдова, ну, самым крупным. И если в тот период по разным товарным группам мы присутствовали на российском рынке довольно существенно, ну, к примеру, по винодельской продукции у нас была доля рынка более 50%. Это буквально было, буквально 10-12 лет назад. Но в последние годы, после 2012-2013, конечно, у нас очень динамика не радужная. С 2013 года экспорт Молдовы на российский рынок упал более чем два раза. У нас было более 600 миллионов долларов, экспорт сейчас с чем-то более 200. Полтора раза упал импорт. Почему это произошло? Ну, 2013-2016 год, безусловно, связано с тем, что Молдова подписала соглашение об ассоциации СИЭС, соглашение о свободной торговле с Европейским Союзом, и последовали определенные реакции со стороны наших традиционных партнеров. С одной стороны, конечно, очень жаль, что это все произошло. С другой стороны, появилось дополнительные возможности, которые вы, как бизнесмены, я уверен, что можете оценить. В прошлом году, с 2017 года, нам удалось эту тенденцию, снижение под нас было, изменить. Вы знаете, что после моего избрания в должность президента была первая встреча с руководством Российской Федерации, с Владимиром Владимировичем, и в прошлом году у нас уже обратно пошла динамика, у нас рост около 10% торговли, который продолжается в этом году около 25% за первый квартал. Но темпы не те. 600 миллионов долларов до 200 за три года. Если будем набирать обратно по 10% по 15% каждый год, нам нужно, понимаете, сколько лет для того, чтобы вернуть торговлю на тот уровень, который был в 2012-2013 году. Я почему именно с этого начал? Не с потенциала, ну, мои коллеги расскажут, какие у нас возможности есть. Я начал именно с этого, чтобы вы понимали, насколько большое внимание и значение руководство двух стран, и Молдовы, и Российской Федерации, придаёт возобновлению нормальных экономических отношений. Конечно, это зависит от очень многих вещей. Это зависит и от того, что происходит в Молдове, это зависит от региональных тенденций, от мировых. Но я уверен, что мы можем в течение нескольких лет вернуться хотя бы на объём 2011-2012 года. Что нам для этого нужно? Кроме тех действий, которые мы в прошлом году договорились с Владимиром Владимировичем, конечно, мы будем добиваться, чтобы сняли ограничения на поставки молдавских товаров на российский рынок. Да, мы сняли ограничения по некоторым группам товаров. В прошлом году существенный рост экспорта яблок, 215 тысяч тонн. Чтобы мы понимали все, о чём идёт речь, несколько лет назад до всех этих санкций на российский рынок Польша поставляла миллион тонн, а Молдова 180 тысяч тонн. В прошлом году Молдова поставила 215 тысяч тонн, впервые за все 26 лет независимости. Но Польша миллион тонн не поставляет. Объём рынка, спрос довольно существенный. Если пойти так по разным товарным позициям, то я вам скажу, что у нас есть очень хорошие перспективы. Но остались ограничения на торговлю со социальной российской федерацией. Мы понимаем наших российских партнёров, они ссылаются на риски реэкспорта из Европы, но мы очень надеемся, что в ближайшие месяцы мы сможем договориться о частичном, либо полном снятии ограничения. Не только по товарным позициям нас интересует и снятие таможенных пошл. Мы об этом сейчас очень серьёзно говорим. Очень надеемся, что в результате наших переговоров с вами мы сможем как-то вас провоцировать, мотивировать, что вы пришли на МОДОСК. Я вам цифру одну скажу. В прошлом году прямых иностранных инвестиций в экономику Молдови было около 140-150 миллионов долларов. Это ничего. очень многие из вас, из присутствующих, вы такие инвестиции делаете в год от своих предприятий. Молдов всего в прошлом году получила, привлекла прямых иностранных инвестиций 140-150 миллионов долларов. Конечно, нам для того, чтобы ситуацию как-то нам поменять, нам нужно хотя бы под миллиард долларов в год прямых иностранных инвестиций. Откуда они могут прийти? Европейцы сейчас инвестируют. Я вам скажу во что. В основном строят заводы, которые импортируют сырье из Европы, собирают кабеля для Мерседесов и оттажают обратно. Это хорошо для решения какой-то конкретной проблемы в создании рабочих мест, но добавленной стоимости для экономики Молдови конечно меньше, чем экспорт 100 тысяч тонн яблок на российский рынок. В каких сегментах, в каких секторах инвестировать? Оттажа очень-очень-очень. Именно поэтому с коллегами из Геловой России мы договорились, что предложим вам организовать в сентябре экономические формы Молдороссийский первой за последние годы такого масштаба, как мы хотим его организовать. В прошлом году мы провели круглый стол несколько десятков госстат представителей бизнеса с Молдовской, с российской стороны, но мы в сентябре надеемся, что участие будет более широким. И наше с вами сегодня обсуждение именно для того, чтобы мы зажгли искру, показали вам потенциал, показали необходимость с нашей стороны, но для вас спровоцировать, что вы приехали к нам. Мы вас там уже примем и увидим на месте. Главное, чтобы приехали. Многие из руководства и сопредседателей деловой России первый раз, и Сминазаров тоже. В прошлом году первый раз, в этом году уже побывал еще один раз, и открывает для себя очень красивую Молдову. Потенциал, еще раз говорю, разный сегмент, не только виноват, не только промышленность. Мы занимались серьезным аутсорсингом для промышленности Советского Союза. И сейчас некоторые коллеги уже работают с молдавскими нашими предприятиями. Туристический. Вы знаете, что в Грузии из России каждый год выезжает 3 или 4 миллиона туристов. А знаете, сколько в Молдову? Несколько десятков тысяч, 150 максимум. Я не хочу никого убедить, но точно у нас не кушать, чем у других стран. Потенциал огромный. Его можно использовать. В интересах и Молдовы, и тех компаний, которые заинтересованы в этом из Российской Федерации. Вот именно для этого, дорогие друзья, мы сегодня организовали это общение для того, чтобы пообщаться, для того, чтобы вас заинтересовать, что вы приехали в Молдову. Мы последние месяцы, последние годы делаем все возможное для того, чтобы смотреть на мир и на то, что происходит взвешенно. Соглашения с ЕС, некоторые из них для вас тоже положительные. Потому что открытый европейский рынок. У нас открытая торговля, беспошная, с другими странами, с Турцией, к примеру. Можно из Молдовы туда поставлять, где там можно в Польше. Мы подписали, буквально 10 дней назад, я подписал соглашение, и мы стали наблюдателями Евразийском академическом союзе. Мы не говорим о том, что мы станем членами этой организации в ближайшем будущем. Но моя позиция, моя задача сделать сбалансированную внешнюю экономическую политику. Мы не будем ни с кем ссориться. Ни с европейцами, ни тем более с нашими партнерами, друзьями, с которыми мы хотим, с тактического партнерства, с Россией и с другими странами. Но вот эта возможность очень непростая, очень непросто. сбалансировать нынешнюю ситуацию, когда у тебя с одной стороны Европейский союз, с другой стороны Украина, дальше ситуация и так далее. Но это реально может сделать. Поэтому ждем в Молдове. Я надеюсь, что сегодня мы очень детально, плодотворно об этом поговорим. Надеюсь, что после сегодняшней встречи у многих из вас появятся дополнительные аргументы, зачем ехать в Молдову. Самые поздние сентября можете приехать и раньше. У нас такие вещи есть. Спасибо. Спасибо. Следующий этап это работа с крупными группами. Подписывается соглашение о создании Российско-Молдавского экономического совета и проведение Молдороссийского экономического форума. Подписывают президент Республики Молдова, сопредседатель экономического совета Игорь Николаевич Натон. Сопредседатель Общероссийской общественной организации Деловая Россия, сопредседатель экономического совета Андрей Геннадьевич Назарев. Соглашение подписано. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Знаете, иместница Экатумика это одна из основных составляющих этого проекта показывает двусторонние отношения. Если смотреть на то, что происходило и происходит в последние годы наших двусторонних много-российских отношений, то мы видим, что у нас есть проблемы с торговлей начиная с 2014 года. Так, то сегодняшнее мероприятие, и мы договорились в сентябре в Кишиневе, имеет цель, чтобы мы разобновили нормальное сотрудничество и экономику, потому что после этого пойдет и в кишинево. Мы сегодня принципиально договорились, что проведем в сентябре большой много-российский экономический форум в Кишиневе. Инвесторы могут прийти ознакомиться с разными секторами. Это не только традиционный агропромышленный комплекс, но, безусловно, у нас есть хорошие возможности и в промышленности, и в сфере услуг, и в IT-секторе, и в туристы. Я очень надеюсь, что осенью мы проведем успешный форум, и после этого мы выйдем на другой уровень нашего двухсторонника в кишиневе. Андрей Иванович, есть какие-то понимания о том, какие сроки и какие цифры в плане товара вам нужно достичь? Давайте, что-то в том, что сегодня мероприятие уже привлекло несколько десятков российских и, как я высказал, с вами был оборот компаний, которые более 4 миллиардов долларов, это вот такие потенциальные инвесторы, которые бы хотели уже для себя наметить ряд шагов в направлении инвестиций в Молдову. На наш взгляд, конечно, историка в Молдове с родинами на российских инвесторах, в первую очередь, в направлении сельского хозяйства. Один процент, это очень мало, и, наверное, здесь потенциал до 10-15 процентов. Там уникальная территория, университет, природные возможности для развития сельского хозяйства. И тот урожай, который мы видим, он очень поражает, он отражает. А вторым, конечно, это будет чичкоза, потому что очень хорошие, очень выгодные географические расположения. Это два. В-третьих, конечно же, это ресурс-турные инвестиции, которые со самых крупнейших российских инвесторов могут быть. Молдову, в силу того, что взаимодействие с европейскими странами через республику Молдова очень выгодно для российского рынка. Андрей Геннадьевич, скажите, пожалуйста, какие Вы предполагаете меры по защите российских инвестиций? Это мы должны делать деньги. Да, да. Вы слышали, Борис Китов уже выразил свои пожелания, что мы подействуем в этом направлении. Наверное, Игорь Николаевич, как президент республики Молдова, устраивать дополнительные гарантии для инвесторов, которые, конечно, уже садут свои результаты. Знаете, я думаю, что интерес в Молдове есть. Мы его чувствуем. Мы очень хорошо понимаем, что то, что происходило в последний месяц, в последний год, когда в Молдове сложилась эта двоевласть без президента, есть правительство, которое пытается проводить другую пыль. И вот мы сегодня обсуждали, и был четкий вопрос, четкий сигнал, что, конечно, очень важно, чтобы в Молдове была единая позиция, то, что касается двухсторонних отношений с Россией. Ну, моя позиция понятна. Я считаю, что Россия это стратегический партнер для Молдовы и без Российской Федерации мы как страна просто не выжим. Здесь речь идет не только об экономике, речь идет и о решении наших проблем, к примеру, с Приднестровьем и так далее. Поэтому я как президент и большинство граждан Молдовы, более 65% настроены на стратегическое партнерство с Россией. Конечно, это дополнительная гарантия для российских инвесторов, потому что у нас нет проблем, чтобы там не хотели общаться на русском языке либо воспринимали наших российских партнеров неподружески. У нас этих проблем нет. У нас любого россиянина, граждане встречают и потенциального инвестора точно. Я думаю, что ситуация изменится у нас осенью. Осенью будут добиваться. Кроме форума, у нас и карламентские будут. Мы стабилизируем ситуацию для того, чтобы вернуть нормальное стратегическое партнерство с Российской Федерацией. На это нацелена и моя команда администрации президента. На это нацелена я знаю, мы общались буквально недавно из-за ее руководства Российской Федерации президент России. Поэтому я уверен, что все у нас получится. То, что мы делаем сегодня, то, что мы запустили сегодня подъем к этому форуму, это должно быть дополнительным сигналом и для молдавского бизнеса, и для российского бизнеса, что мы возвращаемся на нормальное запутствие. Я хочу сказать, что у нас в третье сейчас сказали об университет панец критерии. Если я не ошибаюсь, вы будете сейчас с предыдущим клиентам. Какую помощь вы ожидаете, может быть, кредиты или еще чего? Вы знаете, у нас нет больших проблем в банковской сфере. Вот коллеги говорили о том, что ликвидность довольно большая. У нас, к сожалению, нет проекта в реальной секторе экономики для того, чтобы эту ликвидность ассимилировать под конкретный бизнес-проект. То, что касается Герма Островича, буквально несколько недель назад в Кишиневе по моему приглашению провел публичную лекцию. Мы обсуждали разные возможности сотрудничества. Конечно, для нас было бы очень интересно, чтобы российский крупный банк пришел в Молдову. Но пока что я Герма Островича не убитил. Не знаю, может быть, когда у нас стабилизируется ситуация внутри, мне это удастся. Но Герма Островича знакома с 2006 года. Тогда он еще не работал в Сбербанке, был министром экономики, как и я, я тоже был министром экономики. Но кто знает, в будущем я надеюсь, что крупный крупный банк российский придет на Балдавский рынок, потому что я думаю, что это будет интересно и очень многие местные российские, с которыми я встречаюсь, которые хотят прийти в Молдову. Меня очень часто спрашивают, господин президент Евгений Павлович, а есть российский банк? Я говорю, пока нет. Поэтому приход российского банка это было бы дополнительным стипом и для веса тушек. Я надеюсь, что это произойдет. Вот этот мрент, на котором МРЭФ появился с сегодняшнего дня, можно сказать, я только увидел его здесь, это новый мрент. МРЭФ это уникального международного двустороннего форума, на котором будут очень яркие известные люди, в том числе, мы надеемся, что Германт ГРФ посетит мероприятие. И, в общем, это как раз та площадка, где будут вырабатываться новые решения. Вы слышали, да? Этот поздин уже найден, вот эволюция решений, поэтому эта задача, эволюция решений, направленная на увеличение российского товарооборота, взаимоотношения, дружбы и сотрудничества. Назовите, пожалуйста, ключевые темы этого форума. Вы знаете, очень много важных тем, это и строительство, и права, и экономика, и сельская, и хозяйка. Как я уже сегодня говорил, что это около 20 километров мероприятий, это по сути 20 направлений, 20 тем, по которым будут обсуждаться на форуме. приезжайте, прилетайте сами. Спасибо.